Вот 40 миллиардов фунтов стерлингов в течение нескольких месяцев просто превратятся в компост. Вот эта вот 20-фунтовая купюра, она стала первой банкнотой, при обновлении которой... Всем привет! Я хочу поздравить всех вас и себя прежде всего с таким огромным количеством подписчиков. У меня с сегодняшнего дня уже 20 тысяч подписчиков, друзья мои. Ура, ура! Конечно же, это все благодаря вам, мои дорогие. Спасибо за ваши просмотры, спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваш позитив, вашу поддержку. У меня, конечно, открыты домены и Яндекс.Кошелек. Те, кто хочет помочь, те, кто может помочь развитию моего канала, я также призываю, пожалуйста, не забывайте. Это было бы весьма-весьма кстати. Я, конечно же, работаю для вас. Я, конечно же, очень рада тому, что мой канал набрал 20 тысяч подписчиков. И я думаю, что дальше, как кто-то мне сказал, что, ну, наверное, 20 тысяч будет хорошо, будем стремиться. Да нет, друзья, я же, вы знаете, стремлюсь к более каким-то высоким цифрам. Как говорится, мечтай, стремись, и тогда все получится. Я, например, стремлюсь и мечтаю набрать подписчиков немало, немного, миллион, а может быть даже и больше, почему бы и нет. Так, скажем, будем надеяться и буду делать для этого все, что смогу. Я стараюсь, конечно, друзья, выходить с вами на прогулку, несмотря на запреты, несмотря на то, что здесь у нас в Англии продолжается вот этот вот режим самоизоляции или карантин. У нас все-таки карантин не настолько жесткий, хотя сейчас ввели 150 фунтов штрафу. Если кто-то выходит погулять либо парой, либо, вот, как говорится, когда нечего делать, то могут оштрафовать. Ну, вот, есть еще возможность выходить на улицу для прогулок, для занятий спортом. Один раз в день разрешается. Ну, и также разрешается, конечно же, идти в аптеку, в поликлинику или в магазин за продуктами. Вот такие вот здесь ограничения. Остальное ограничено и очень сильно. Вот мне говорили, что у вас на улице нет людей. О, друзья, сейчас вот нет людей. Это уж точно. Вообще ни единой души. Иногда мне даже отороп берет, что я хожу здесь одна. А, погода шикарная. Все цветет. Птицы поют. Поэтому выхожу на свои прогулки. И, конечно же, хочу вас чем-то тоже порадовать. Потому что знаю, как это трудно. Вообще, честно говоря, даже и не представляла раньше, что это так сложно и трудно сидеть дома в заперти, в четырех стенах. Даже если ты находишь какие-то возможности что-то делать, чем-то заниматься, то все равно это очень-очень сложно. Сегодня у нас 7 апреля 2020 года. А карантин ввели с 24 марта. То есть получается, ну, чуть больше двух недель. А уже просто очень сложно находиться дома. Я хочу вам показать еще одну интересную вещь, которая случилась совсем недавно. Я ее не знала до этого. Потому что мы-то здесь все больше используем пластиковые карты, когда расплачиваемся в магазинах. И наличка редко попадает в руки. А здесь я занялась опять изготовлением поделок через сайт в интернете. Я их распространяю. И получилось так, что вот очередной свой столик, который я тут сделала. Они расплатились со мной наличными купюрами. И я впервые увидела вот новую 20-фунтовую купюру. Сейчас вам покажу. И не знаю, что там будет. Может быть и 50 поменять. Итак, вот это новая полимерная купюра. Я называла ее пластиковой. Но вот, если говорить правильно, материал полимер, из которого изготавливаются новые английские банкноты. Вот это 20 фунтов новая банкнота. Как вы видите, я вам принесла и старую тоже. Они в обиходе также, эти старые 20-фунтовые банкноты. Практически вот эта сторона ничем не отличается. Все английские деньги, они на заглавной стороне имеют портрет молодой Елизаветы II. А на обратной стороне теперь у нас получается небольшая разница. Если на старой купюре был вот отец экономики, как его называют, Адам Смит, то теперь на новой 20-фунтовой купюре изображен художник-импрессионист Уильям Тернер. Британский художник-импрессионист. Эта купюра вышла в феврале 2020 года. Как ни странно, ей ничего не помешало, ни коронавирус, ни что. Ну, потому что банк английский, он уже с 2015 года хотел эти все деньги постепенно внедрять. И, кстати, вот эта вот 20-фунтовая купюра, она стала первой банкнотой, при обновлении которой банк Англии провел масштабный опрос общественного мнения. И, в общем-то, было уже, конечно, заранее сказано, что сфера – это изобразительное искусство. И летом 2015 года 590 вариантов было предложено. И вот был выбран Уильям Тернер, победивший в этом общественном опросе. Это впервые банк Англии провел вот такой вот общественный опрос. Вот 40 миллиардов фунтов стерлингов в течение нескольких месяцев просто превратятся в компост. И это не просто слова, потому что банк Англии говорит о том, что предполагается, что 2 миллиарда британских 20-фунтовых банкнот, или, как я уже сказала, 40 миллиардов фунтов стерлингов, будут утилизованы и превращены в компост, который поможет удобрять сельскохозяйственные угодья. И вот банк Англии говорит, что этот процесс замены банкнот может быть растянут на очень долгие несколько месяцев. Сначала просто старые 20-фунтовые купюры будут больше не возвращаться в обращение. Если вы ими расплатились в магазине, то магазин сдает их в банк, и они постепенно утилизуются. Когда достаточное количество банкнот будет таким образом утилизовано, банк Англии оповестит всех за несколько месяцев, что уже старые купюры не будут ходить в обиходе, а их надо просто принести в банк и поменять на новые. И тут еще хочу вам напомнить, кто, а кто не знает, рассказать, что последний раз купюра 20 фунтов заменялась в 2007 году, не так и давно. И там изъяли из обращения банкноту, на которой был изображен английский композитор Эдуард Элгар. И его заменили, пустили в оборот новое с изображением экономиста Адама Смита. Ну а все старые изъятые купюры будут храниться, как объясняет опять же банк английский, в очень хорошо охраняемом помещении в Лондоне, где две огромные сортировочные машины пересчитывают эти старые банкноты и спускают их в контейнеры для утилизации. Вот я не знаю, насколько там люди приобщены к этому процессу утилизации банкнот. Я не знаю. Но вообще, конечно, история такая довольно интересная. Представляете, какие огромные деньги просто будут утилизованы и пущены на компост. 40 миллиардов фунтов стерлингов – это огромная сумма. И, в общем-то, помещение очень хорошо охраняется. Мало ли что, как говорится. Ну и последняя банкнота. Стоинством 50 фунтов банкнота. Также будет выпущена новая в конце 2021 года. Предполагает банк английский, что ее выпустит. И там будет портрет математика Алана Тьюринга. Ну и потом также я вам уже показывала. Кому-то, может быть, тоже будет еще раз интересно посмотреть, что у нас также поменяли фунт. Вот это вот такой вот фунт стерлингов английский. И эту монетку также поменяли на новую в 2016 году. Кому интересно посмотреть более подробно об этом, сейчас выплывет вам в правом верхнем углу подсказочка. Если кто помнит, я уже показывала, что 20 фунтов – это третья купюра, которая была заменена на новую полимерную. Первая была заменена вот 5 фунтов купюра, на которой мы видим на тыльной стороне портрет Уильяма Черчилля. Также эта купюра вошла в обиход в 2016 году. Также в 2017 году вот новая полимерная 10-фунтовая купюра, на которой портрет Джейн Остин. Но это все выбирал сам банк Англии. А вот Уильям Тернер был выбран в результате общественного опроса. Хочу еще раз, друзья, всех вас поблагодарить, моих замечательных и давних подписчиков, с тем, что вы помогаете развитию моего канала, то есть смотрите рекламу и комментируете мои видео, ставите лайки. Это такая посильная помощь, которая продвигает все-таки развитие канала. Спасибо всем большое. Надеюсь, что мы и дальше будем с вами вместе. И надеюсь, что число моих подписчиков будет увеличиваться. с каждым месяцем все больше и больше. А на этом я с вами прощаюсь. Ненадолго, надеюсь. Всего вам доброго. Здоровья всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok